Музыка Меня зовут Ринат, я родился, вырос в Москве по национальности татарин. Корни у меня не жили из Нижегородской области, как у большинства татар, которые в 90-80-х годах жили на территории Москвы. Закончил станковый инструментальный университет в Москве и отправился учиться в арабскую республику Египет. Теперь на данный момент, уже в 5 лет, как вернулся в Москву и занимаюсь, как правило, вот подобные мероприятия, уроки, лекции даю, арабский язык преподаю. Это в двух словах обо мне, о себе. Ну, а сколько времени вы учились в Египте? Где вы учились, интересно? В Алясхаре я был, жил 4 года в Каире и там примерно в районе, может быть, 8 лет в Александрии. О чем сегодня хотелось бы поговорить, рассказать, может быть. На мой взгляд, являлось бы подходящим, коли же мы собрались по случаю на Эфтар, а это то, что связано непосредственно со священным месяцем Рамадан. Немножко поговорить о значимости месяца Рамадана и что такое месяц Рамадан для верующего человека. Но я не собираюсь говорить о посте, я собираюсь именно вернуться больше к основам, к сути вопроса, к смыслу. Значимость для верующего человека, для мусульманина, месяца Рамадан, что он для верующего человека, кто-нибудь может сказать? Там много чего можно сказать. Или мне в виде лекции. Это, говорят, праздник длиной в месяц. Такое тоже выражение, кстати, есть. А в чем праздник? Это месяц, в котором двери рая открываются, двери ада закрываются. То есть месяц милости Всевышнего Аллаха, месяц прощения. Это важно для кого? Важно для того человека, мышление которого не ограничено этим миром. Который думает также о следующем мире. Этот месяц важен для верующего человека. То, в том, что Аллах Тааля говорит, Шахру Рамадан, месяц Рамадан, который был неспослан в Кур'ан. То есть этот месяц, Шахру Рамадан, в который был неспослан в Кур'ан. Здесь очень важно понять значимость этого месяца. Важность поста тех поклонений, которые мы совершаем. Поймем мы это только тогда, когда поймем важность религии в нашей жизни. Что такое религия? Что такое суть, смысл? Давайте немножко просто в качестве примера. Мы, вот, все же верят в том, что есть что-то... Вот мы живем в нашем мире, вот в этом. Когда-нибудь он закончится, правильно? Кто-то пытается убежать от мысли, что он умрет. Панически пытается убежать. А кто-то пытается адекватно с этим фактом, как-то выстраивать отношения, адекватно реагировать на это. И все мы верим, мусульмане верят, в том, что после того, как эта земная жизнь закончится, она... это не значит небытие. Это не значит, что человека вообще не будет. Это значит, что начнется другая жизнь. Другая жизнь, когда человек будет пожинать плоды той короткой жизни, которую мы прожили в этом мире. Он будет пожинать плоды. Дела закончатся, но будет пожинать плоды. И мы, как правило, когда мертвые, кто-нибудь из наших родственников умирает, что мы делаем? По мусульманскому обрядам хороним, бежим к муле, если мы любим этого человека. И просим, чтобы сделали дуа за умершего человека. Просим шсадака, пытаемся дать. Сделаем все, чтобы этому человеку стало легче. И даже мы сами, если мы убегаем от этой мысли, мы все-таки... Нет-нет, мысль приходит. Что же нас там ожидает? Что за провисию нас там ожидает? Как нам спастись там, в том мире, в мире вечном, чтобы наша жизнь была благополучной в вечности, а не просто в этом коротком временном промежутке, который мы называем земная жизнь? Мы вроде бы верим в это. Мы верим, что весь этот мир не просто так появился. Мы верим, что есть творец у этого мироздания. Но ведь не просто так. Если мы задумаемся, небеса, земли, как они устроены, как ребенок в утробе матери появляется. Ведь мы эти процессы сами не контролируем. Мы съели еду. Что происходит с этой едой в нашем организме? Может быть, современная наука частично описала эти процессы, которые происходят. Но откуда эти процессы взялись? Кто вложил эти функции в наш организм? Кто вложил то, что если я бросаю что-то, земля притягивает, а то оно падает? Откуда эти механизмы взялись? Кто изначально был этим великим инженером, который все это спроектировал и вложил эти функции? И мы, как верующие люди, верим, что у всего мироздания есть творец всего сущего, который сотворил нас, сотворил жизнь, сотворил смерть. И после смерти нас ожидает вечная жизнь, где человек попадет или в рай, или в ад. Но вот вопрос у нас возникает. А что нужно делать для того, чтобы попасть в рай? И вот здесь мы подходим к важности месяца Рамадана и важности того, чтобы этот месяц был не способом к Варану, а потихонечку. Но для этого давайте пример жизненный возьмем. На работу пригласили. Кого-нибудь из нас пригласили на работу. Или мы кого-нибудь пригласили к себе на работу. На работу, когда приводят и обещают, скажем, очень хорошие дивиденды, премию, хорошую зарплату, может быть, квартиру за выслугу лет. Человек это ожидает. Но если он не выполняет тех функций, для которых он был приглашен на эту работу, его может ожидать вплоть до тюрьмы. Например, невыполнение определенных обязанностей военными людьми, или же медиками, или же представителями полиции. И халатность, которая, невыполнение своих задач прямых, может привести к тому, что они на скамье подсудимых окажутся. То есть вознаграждение и наказание. Вы можете себе представить, что вот этот человек пришел и понимает, что его ожидает или вознаграждение, или наказание, и чтобы он сам пытался думать, для чего же меня сюда пригласили. Вот примерно то же самое у нас получается. Мы вроде верим, что Аллах Таляна сотворил, вроде бы верим, что будет после смерти наказание или вознаграждение. Ну не просто так же мы к Муллее идем, правильно, дуа делал? Мы верим, что там что-то будет. Но почему же, когда нас спрашивают, для чего мы живем в этом мире, мы пытаемся сами придумать себе ответы? Что нужно делать для того, чтобы попасть в рай и избежать ада? Почему мы сами начинаем пытаемся фантазировать? Ведь если мы в это верим, не как вопрос с работодателем, не лучше ли обратиться к работодателю, когда ты на работе работаешь? Зачем тебя пригласили? Если мы верим, что Аллах Таляна сотворил, мы должны понимать то, что Он не оставил нас просто так. А Он посылал пророков, которые доносили Его руководство до нас. И Аллах Таляна говорит в Коране, «Афахасибтум», обращается к нам, «Неужто вы считаете, «Афахасибтум, анна махалакнаكم абасан, ва аннаكم илейна ла турджаун», «Неужто вы, люди, считаете, что мы вас сотворили просто так, играясь, для забавы, без какой-либо цели?» «Ва аннаكم илейна ла турджаун», и что вы не будете возвращены к нам. Для чего эти люди будут возвращены? Для чего люди будут возвращены? Для расчета. Для расчета. Человек будет нести ответственность. Аллах Таляна сотворил людей для определенной цели. И хотим мы этого или нет, мы будем к нему возвращены. И Аллах Таляна с каждого из нас спросит, как мы прожили эту жизнь. Выполняли ли мы те задачи, которые нам поставил Аллах Таляна? Это вопрос каждый себе должен задать, потому что от этого зависит его вечность. Так вот, месяц Рамадана, он важен для нас в следующем. Аллах Таляна говорит, что в этот месяц он не спослал Куран. Что такое Куран? Представьте себе, мы находимся в темном лесу. В темном лесу ночью, холодно. И мы понимаем то, что если мы не выберемся отсюда, мы погибнем. Но дороги не видно. Она есть, но мы не знаем эту дорогу к населенному пункту, спасительную дорогу. Что нам нужен? Нужен свет. Свет, который осветит нам дорогу. Свет, благодаря которому мы узнаем этот путь, увидим этот путь. Так вот, этот свет заключается в том, что Аллах Таляна не спослал в месяц Рамадан своему пророку Мухаммаду, саля Аллаху алисаляму, божественное откровение. Это свет, который разъясняет людям, показывает людям, для чего они были сотворены, для чего они пришли в этот мир. Не то, что человек сам должен утруждаться и философствовать. Вот зачем мы живем в этом мире. Аллах Таляна сам разъясняет нам, через своих пророков, для чего он нас сотворил, и что он от нас хочет. И каким путем мы должны следовать, для того, чтобы дойти, добраться до спасения, для того, чтобы дойти в рай. Аллах Таляна не спослал это пророку Мухаммаду, саля Аллаху алисаляму. И пророк Мухаммад, саля Аллаху алисаляму, как его называют еще? Пророка, саля Аллаху алисаляму. Печать пророков. Амин. Надежный человек. Печать пророков, потому что он последний пророк. Было множество пророков. Первый пророк был Адам, алейх салям. Адам. Ной был пророком. Иисус был пророком. Муса алисаляму. Все они были пророками. Они в свои временные промежутки приходили к своим народам. Аллах Таляна их посылал для того, чтобы они разъяснили людям путь, который приведет к спасению, к вечному счастью. Но люди искажали это. У их учения терялось. Последний, завершающий пророк. Это пророк Мухаммад, саля Аллаху алисаляму. Его руководство, та книга, которая ему была не способна, до нас дошла в неизменном виде. Более того, язык. Сам язык, арабский язык, он не изменит. Вот то, что я сейчас читал Аят, они были не способны более чем 1400 лет назад. Я, живя в наше время, я это читаю, я это понимаю. И человек, который знает, хорошо знает литературный арабский язык, даже по прошествии 1400 лет, он понимает то, что там написано. Это ни в одном другом языке нет. То есть я могу много на эту тему доказать. Почему? Божественное откровение, которое было не способно, пророку Мухаммаду, саля Аллаху алисаляму, единственное, которое сохранилось. И оно не просто сохранилось, а еще и средства доступа к нему, такие как арабский язык, на котором он был не способен, он все еще остается живым. Пророка, саля Аллаху алисаляму, называли как? Еще. Милостью для миров. Почему его называли милостью для миров? Давайте обратную связь получим, чтобы не получилось, что только я говорю. Ну, это логично. Милость для миров. Всевышний Аллах отправил Мухаммана откровение, через него откровение послал. Это и есть милость. То есть, это свет по-другому. Вы, опять же, вернемся в лес. Во тьме находитесь. Где-то дорога есть, но там капканы могут быть, ловушки, дикие звери. То есть, вы не видите этого, в яму можете упасть, но не доберете. А это свет. Это путеводитель, который показывает тебе дорогу, куда надо идти. Что нам нужно взять? Это милость Аллаха Алисаля. Правильно? И Аллах Алисаля говорит, И не послали мы тебя. Мухаммад. Никак иначе, кроме как милостью для миров. Ну, очень интересно, удивительный момент. Ведь мы же знаем, такие люди были, как Абу-Диагли, Абу-Лягаб, то есть, враги пророка, салли Аллах Алисалям. Люди, которые, зная ислам, они, скажем, отвергли его. Ведь какая милость для них? Ведь они же в аду будут. Наказаны будут за то, что они отвергли руководство Аллаха Алисаля, ослушались Аллаха Алисаля. Они же наказаны будут. В чем же здесь милость заключается? Если он милость для миров. Знаете, как можно сравнить? Представьте, вот мы с караваном идем по пустыне. Собрались. И тут мы видим оазис. Провизия воды закончилась. А путь еще долгий. И мы обречены на погибель. Но мы видим оазис. Перед нами оазис. Это милость. Что мы, испытывая жажду, умирая от жажды, и нам предстоит долгий путь, вдруг встречаемся, натыкаемся на оазис. Это милость? Это милость. Но из нас кто-то осознует, почувствует эту милость. Спустится, напьется из этого оазиса, свои бурдюки водой забьет, и максимальную провизию возьмет. Он потрудится. А кто-то поленится. Кто-то скажет, я попью чуть-чуть, и мне этого достаточно. Для успокоения души. Для того, чтобы сейчас жажду утолить. А то, что в дороге я все равно жажду начну испытывать. Мне нужно провизию побольше взять. Я про это думать не хочу. Я буду жить одним мгновением. Вот мне сейчас напился, и все. А кто-то скажет, да и я и без этого обойдусь. Просто из-за высокомерия свое, из-за гордости своей. Я и так обойдусь, мне и так нормально. Мне этого не нужно. Я и так доберусь до назначения, до конечной точки. Кто доберется до пункта назначения? Кто спасется? Милость есть? Милость есть. Но мы от этой милости сколько взяли? Сколько мы усилий и сил приложили? То же самое. Руководство, путь, который был не способен Аллаху Та'ля в этот месяц. Божественное откровение. Оно есть? Свет этот, который освещает дорогу? Оно есть. Сколько мы усилий, сил прикладываем для того, чтобы взять от этого света? Чтобы он нам осветил эту дорогу? И сколько мы усилий прикладываем для того, чтобы идти этой дорогой? Представьте, в лесу, если бы мы находились и осознали бы серьезность положения, что нас дикие звери съедят. Но вот есть возможность свет зажечь, но нужно потрудиться и нужно пойти немножко, пройтись, а не просто сидеть на месте. Аллах Та'ля говорит, «О, Мухаммад, мы не послали тебя никак иначе, кроме как милостью для миров». Кто-то взял от этой милости, кто-то ее проигнорировал, кто-то мимо прошел, кто-то отверг. И Аллах Та'ля дальше говорит, «Куль, скажи, скажи, Мухаммад, то, что мне внушается, откровение, которое мне приходит, что вашим Богом является один Бог». Очень интересный момент, как он говорит. Скажи, Мухаммад, скажи, то, что я говорю, оно мне внушается. Это не моя прихоть, не то, что я хочу так, чтобы так было. Источник этой религии это не человек, который сего постоянно ошибается, меняется, который подвержен, что-то знает, а чего-то не знает. Источник этой религии творец Всего Сущего, вечный, властелин Всего Сущего, всемогущий, который нас сотворил и перед которым нам предстоит предстать. Яуммалька Яма. И я говорю, «Куль, я обычный человек», он хочет сказать, «Но мне приходит откровение от Аллаха Таля». Очень важно понять. Иногда, знаете, в наше время говорят, сколько раз говорят, «Ну, вы мусульмане, вам пора уже свинину разрешить есть, вино разрешить пить, хиджаб отменить, молитву отменить, ну, несовременно как-то». Чего эти люди не понимают, когда так говорят? Чего они не понимают? Давайте, пожалуйста, поучаствуйте. Они всего не понимают. Ну, вот одного момента, ключевого, вот именно вот здесь подходит. Что это дано свыше. Что дано свыше. Человек не может поменять это. Потому что это от Аллаха. Если мы поменяем религию, то эта религия не от Бога будет. А эта религия людей будет, как и все другие религии. Но у нас в чем особенность? Эта религия от Аллаха Таля, она неизменно сохранилась, неизменной. Даже если кто-то пытается что-то ей приписать, но она, первоисточники, они остались, сохранились. Ни у кого больше этого нет. Если мы начнем ее менять, то это уже религия не от Бога будет. И знаете, вот интересная фраза такая есть, современная реальность. Иногда говорят, ну, религия должно благо людям приносить. Правильно? Слышим часто так. Она на самом деле приносит благо. Но очень часто мы пытаемся, у каждого из нас свое понимание, что есть хорошо, что плохо. И иногда оно отличается. Так же бывает? Что один человек считает одно хорошо, другой это считает, нет, это неправильно, это плохо. У каждого свое понимание. И очень часто, обратите внимание, люди говорят, как будто бы, языком своих действий, что как будто бы хотят, чтобы религия была такая, как им хочется, чтобы она была. Как будто бы творец всего сущего должен религию удобную, такую, которая соответствует нашим желаниям не спасла для нас. Вот иногда вот такое впечатление складывается. Как будто бы, да, ты Бог, ты творец, ты творец, ты нас сотворил, да, ты всем миром управляешь, но мы люди, мы тебе диктуем, какую ты нам религию должен не спасать. Вот как будто вот языком своим действиям вот это вот происходит. Когда люди пытаются Аллах Таля диктовать, что они, какую Аллах Таля должен религию не спасать, нужно понять. Аят, еще раз вернусь, пророку Аллах Таля говорит, Куль, скажи, скажи, мне внушается, откровение приходит, не от себя говорю, то, что вашим божеством, которому вы должны поклоняться, подчиниться, обожествлять, один Бог, один творец. Это тот, кто вас сотворил, тот, который вам дает пропитание, тот, который сотворил все те принципы и правила, по которым существует мироздание. И дальше Аллах Таля говорит, так покоритесь же вы. Что значит мусульманин? Покорившийся. Мусульманин, это тот, который покорился. Кому покорился? Своим страстям, желанием общества. Покорился Господу людей. Не обществу, не людям, а покорился Господу людей. Тому, кто сотворил это мироздание, того, кто сотворил общество. Он не является ни рабом людей, ни рабом общества, ни рабом своих страстей. Он не является рабом современной какой-то поп-культуры или еще чего-то. Он является рабом только лишь своего создателя. Еще раз завершение. Куль, скажи, инна ма йо ха иля е. Поясни, то это мне внушается откровение. Не от себя говорит. Анна ма иляху кум иляху вахид. Что вашим божествам, которым вы должны подчиниться, обожествлять. Возвеличивать. Иляхун вахидун один Бог. Фагаль антум муслимун покоритесь ли вы ему. Это призыв. Милость, резюме, Аллах нас не просто так сотворил. Он сотворил нас для определенной цели. И здесь философствовать не надо. Необходимо, если мы верим в него, обратиться к нему. Для чего он нас сотворил? Каким путем мы должны следовать, чтобы зайти в райские сады и прийти к его довольствам? Чтобы выполнить то предназначение, для которого мы пришли в этот мир. Для этого необходимо вернуться к его руководству. Его руководство, которое неспослано, было в месяц Рамадан. В лучший из месяцов. В лучшем месте, а это Мекка. Лучшему из пророков. Это пророку Мухаммаду, салли Аллаху, лучшему из людей. В лучшие из дней, из ночей. А это великая книга, которая когда-либо существовала. Это книга Коран, до наших дней, которая сохранилась в неизменном состоянии. И которую больше всего, кто ее люди по всему миру наизусть знают. И больше всего трудов по ее разбирательству происходит. Это то, что нас заставляет, как сказать, ценить это. Просто если мы вдумаемся, на основе этой книги, этого божественного руководства, тогда сколько миллионов людей сейчас, вот в это время, или же перед заходом солнца ожидают, вот так вот собравшись, ожидают разговления. На сухур просыпаются для того, чтобы пост держать. Ожидают разговления, чтобы открыть свой пост. Собираются в мечетях, таровых делают. Направляются в одну сторону, в сторону Крыбли. Сколько народов, сколько людей, которые никогда даже друг друга не видели, объединило это божественное руководство. Субтитры создавал DimaTorah В принципе, я думаю, чтобы дальше уж не затягивать, на этом можно остановиться. Если есть вопросы, могу... Вот есть вопросы. А для чего мы нужны, Аллаху? Люди для чего нужны? Вроде у Него все есть, да? Все Он может. А люди тут, мы-то чего? Совсем бесполезны. нет. Смотрите, вопрос, давайте так, что нас должно беспокоить? Нас должно в первую очередь беспокоить, что от нас требуется. Что от нас требуется? Кто знает? Поклонение. Поклонение. Аллах Таалага, бурнах, аляктуль джинну, алинас и лялья гуду. Мы не сотворили джинов и людей, кроме как, для того, чтобы они нам поклонялись. Ну что такое поклонение? Там молитва, пост, правильно же? Есть запрещение. Ну, жить по правилам. Жить по правилам. То есть, поклонение, это в резюме, это подчинение. Подчиниться воле Аллах Таалага. Это испытание для нас. В нас есть страсти. Страсти, они порицаемы? Нет. Страсти не порицаемы. Порицаемо следование за страстями. Аллах Таалага не запретил, все, я люблю яблоки, я люблю сок, например. Аллах Таалага не запретил это? Нет, не запретил, правильно же? Если это халяльным образом допущено, и не в дневное время месяца Рамадан, то это разрешено, то есть не запрещено. Что запрещается? Когда человек следует за своими страстями. Вот это является запрещенным. То есть, если хочет, что он съест 500 яблок, это довольно-таки запрещено. здесь другой вопрос, что, как сказать, его организм-то это выдержит? Сревоугодие. Можно вопрос такой? Вы сейчас излагали, что Коран именно неиспослан в этом месяце Рамадан. Да. А я читал, что вот Коран был собран из разных, скажем, вахтов, которые пришли Мухаммаду и пророку. Абсолютно правильно. Да. А как тогда вы там толкуетесь, что вот именно в этом месяце в виде книги это неиспослан? Не в виде книги, в виде Божественного руководства. Книга, не как записанная книга была. Давайте по порядку. В Лейлятуль-Кадр говорят первое неиспослание было пророка Мухаммаду салли Аллаху то есть первое откровение ему именно в месяц Рамадан пришло. Первое откровение пророка Мухаммаду салли Аллаху пришло в месяц Рамадан. И Коран Муфасир, многие говорят, что Коран был неиспослан в месяц Рамадан на небеса этой дуне. После этого по частям на протяжении 23 лет он не спосылался. И в этом есть большая мудрость. Представьте, если бы Куран был разом не спослым. Ну, тяжело бы все это переводить. Но однако же, когда не спосылались аята, определенное количество аятов, человек, общество, было время подумать, поразмыслить над этими аятами, применить это в жизни. Начиналось противодействие, вызовы со стороны многобожников. У мусульман начинались разные роды виды испытания. Не спосылались аяты, которые соответствовали их потребностям, их запросам, тем переживаниям, которые в их сердцах были. И представляете, как это влияло на верующих людей, когда вот у него проблемами он столкнулся, у него переживания, он не знает, как решить вопрос. И тут не спосылаются аяты, где рассказываются о его переживаниях, и где он находит успокоение в этих аятах, которые именно вот под его ситуацию. Это чувствуется, понимается, тогда, когда человек изучает жизнь пророка, саляллах александр, тех ситуаций, когда он со сподвижниками, в каких ситуациях он был, и аяты, которые не спосылались именно в этих ситуациях. Еще один вопрос можно? Да. Вы сказали, что вот наша религия, она именно, она не спослана тоже всевышним, да? Наша религия, только наша религия является божественным, да? А так бы она была бы так же, как и другие религии. Да. Вот момент. Я знаю. Вы сейчас отметили то, что до появления мусульманской религии, я мусульманин, да? Мы должны откровенничать и дойти до истины. Значит, Всевышний Творец, он забыл про всех людей, про того, что сам создал. До мусульманства никаких там правил жизни, никаких там, скажем, порядков не послал. Только вот начинается это с VI века. Нет. 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 Не так. Да, я сейчас, я сейчас отвечу. Нет, я знаю, что спрашиваю, и почему этот вопрос я задаю. Если можно, я немножко, просто хочу другую мысль тоже сразу, пока не забыл. У меня был разговор однажды, русский молодой человек, очень образованный, врагой пришел, очень начитанный, но, как сказать, он мне говорит, скажи мне, я вот изучаю Куран, ему очень ислам нравится. Ну, как бы душой он не мог принять, потому что это означало оставление пуль, ну, религии, прятков, скажем так, да, традиции прятков. И дай мне совет, что мне сделать для того, чтобы принять истину. Как понять истину? Я говорю, давай вот так вот. Первое, что ты должен сделать, тебе правило, отбросить, когда ты вопрос религии изучаешь, отбросить вопрос, что мне нравится и что мне не нравится в религии. Почему? Не рассматривая, иногда человек говорит, вот мне нравится в исламе, что там, например, пять раз в день молитвы надо совершать. Или же, что там вот определенные правила какие-то есть, что там пить нельзя, спиртное запрещено. Кто-то говорит, что мне вот это нравится. Вопрос не в том, что нам нравится или что нам не нравится. Вопрос в том, является ли это религия от Бога. Вот в чем момент. Является ли это истиной или нет? Почему? Когда, представьте, сейчас коронавирусом, да, все боялись, сейчас уже немножко остыли, но еще недавно очень сильно его боялись. Представьте неизлечимую болезнь, какой-то человек заболел, серьезную болезнь, которая его мучает. Большие проблемы у него по причине этой болезни. Ему говорят, есть лекарство, исцеление, но оно горькое и противное. Есть, правда, конфетка есть тоже, сладкая, ну так, обезболивающая там. У тебя боли есть, оно обезболивающее, но лечения не будет. Так чисто для успокоения дыши. Но реальное лекарство, вот здесь, вот в этом горьком лекарстве, может быть неприятным, что выберете? Что выберете? Конечно, горькое. Горькое, но потому что, если он знает, что в нем есть излечение. Красивое, болеутоляющее, даже если боль утолит, но и приведет к его погибели, но временно притупит чувство. Оно, ну, ни один разумный человек не выберет. И когда человек изучает религию, я говорю, смотри, дорогой мой, первое, что необходимо задаться себе вопросом, это религия является ли истиной или нет? И будет ли она причиной твоего спасения в вечности? Ты же веришь в Бога? Он говорит, да, верю. Веришь, что будет жизнь после смерти, что будет загромно жизнь? Да, верю. Задай себе вопрос. Это та ли религия, это от Бога или нет? Будет она для тебя спасением или нет? И отбрось все, что тебе нравится или не нравится. Хорошо, первое. Второе. Я говорю, второй совет, второй совет, один из советов, который был данному, говорю, вот смотри, ты постоянно, он мне приводил историю о буддизме, о индуизме, о древнегреческих верованиях, о верованиях, о древних Египтех, очень начитанный молодой человек. Я говорю, давай вопрос тебе сразу даю. Я вот всего этого не знаю, но у меня есть общее одно правило, вопрос, ответь мне на него. Ты веришь в Бога? Он говорит, я верю в Бога. В Творца Всевышнего, да. Теперь говорю, источник религий, скажем, в Древней Греции, или же, скажем, буддизм, индуизм, бидизм, кто источник? Человек. То есть это духовный путь определенных людей. Они не претендуют на то, что это божественное откровение, так ведь? Они не претендуют, что Бог не послал пророка и донес до людей послание, что этот пророк донес до людей божественное руководство и послание. Не претендуют на это. Это их духовный опыт, путь, личный опыт. Успешный или не успешный, это другой вопрос. Но это человек, источник религии является человеком. Я говорю, соответственно, все эти вероучения ты можешь отбросить. Что у нас остается? Только те учения, которые приписываются к божественному откровению. Претендуют на то, что они от Бога, а не от людей. Что это за религии? Он говорит, ислам, иудаизм, и христианство. Все. Больше ничего нет. Я говорю, ты видишь, большинство религий ты можешь отбросить уже сразу. Источником их является человек. А эти религии претендуют на то, что они от Бога. Теперь у нас дальше вопрос задается. Следующий. Он очень подкованный был. Если мы возьмем с точки зрения позиции ислама. Кем был Адам, алейхиссалям? Кем был Адам? Говорят, ислам самая молодая религия. Неправда. Он был пророком, мусульманином был. То есть он, Аллах его сотворил. Он был покорившийся своему Богу. Правильно? Он был мусульманином. Аллах в Коране говорит, Ибрагим не был ни иудеем, ни христианином. Они все были хунафа, единобожниками, мусульманами. Аллах отправил 124 тысячи пророков на землю. Мы упомянуто в общей сложности. Сколько человек существует? Аллаху алим. Аллаху алия, сколько человек существует? Неизвестно. И гадать здесь не имеет смысла. Но пророк салли Аллаху алихиссалям упомянул, что было отправлено на землю 124 тысячи пророка. И пророки приходили все населено в населенные пункты. В разные времена. В разные, как сказать, к разным народам. В разные населенные пункты. Иногда в один населенный пункт могло прийти один, два или же даже иногда. В крайнем случае, в три пророка. Даже такое бывало. Но суть их огромное количество было. И были русуль, как бы более высокой степени посланники. Их было более трехста. И здесь важно понять, что происходило. Приходит пророк. Какое-то время, через какое-то время, время меняется. Жизнь меняется. Уклад людей меняется. Но его учение, откровение, с которым он пришел, после его смерти, со временем теряется. Правильно? Аллаху алия отправлял. Аллаху алия отправлял других пророков после этого. Которые суть, призывы или к чему? К Аллаху алия. Вера в Аллаху одна у всех пророков. Но что менялось у них? Вера в Аллаху, вера в ангелов, вера в загробную жизнь. У всех одна была. Что менялось у них? Что менялось? В поклонениях. В поклонениях. Предписания. Многие предписания менялись. Например, что? Во времена Адама, алейхи салям, так как других людей не было, разрешались браки между братом и сестрой. В дальнейшем это запрещено стало. В других шариатах это запрещено. Было, разрешалось, во времена Юсуфа, алейхи салям, например, поклон делать другому человеку, кланяться, как бы, даже саджда разрешалось делать не как поклонение. Как поклонение оно всегда во всех шариатах было запрещено. Разрешалось делать как саджда, как почтение. И поэтому братья Юсуфа, отец Юсуфа, они сделали саджда Юсуфу. То есть не то, что они ему поклонение проявили, а именно выразили свое почтение Юсуфу, алейхи салям. Но в нашем шариате это запрещено. То есть суть религии, акида, так сказать, вероубеждения, она у всех пророков абсолютно одинаковая. Они все были мусульманами. Но именно как в качестве поклонения, как свод предписаний, последний, завершающий, был не способен, Аллахам Тааля, нашему пророку Мухаммаду саляму алейхи саляму. И это тот свод законов, тот шариат, та книга, которая сохранилась до наших времен. Я говорю этому молодому человеку, давай подумаем. Иудаизм, христианство и ислам. С исторической точки зрения, кто может утверждать, что первоисточники у них остались неприкосновенные? Только мусульмане. Мы имеем доступ с языковой точки зрения. Мы знаем, что Коран неизменен, он дошел до нас в том виде, в каком он был неспослан. Ничего в отношении книг, первоисточников иудеев и лишь христиан мы не можем утверждать. Ответил на ваш вопрос? Или не до конца еще? Я продолжу. А можно мне вопрос задать? Да. Я просто забыла сейчас фамилию этого теолога, я читала его. Что вот он мне утверждает, что мусульманская религия, это более, она такая, новая религия. И создана она на основе юдаизма и православия. Я извиняюсь, этот человек, он не понимает, о чем говорит. Он не понимает, о чем он говорит. Это неправильно. Это неправильно. Почему? Я еще раз повторяю. Все пророки, их посылал один бог. Аллах ата-аля послал мусу алейхисалям. Аллах ата-аля, у них у всех одна религия, они все были мусульманами. Но правила, правила, некоторые правила менялись, потому что времена менялись. Последний свод закона, последний свод правил был неспослан пророку Мухаммаду, салли Аллах алейхисалям. Но давайте просто подумаем. Сколько? Более 1400 лет прошло. До этого у нас были Дауд, Моисей были, правильно? Ибрагим, Исмаил, Исхак, Иосиф были. И представьте, до сих пор, за 1400 лет, ни одного вот такого действительно пророка ведь не появилось. Не появилось. Ведь одни лжицы появляются, какие-то аферисты, которые сейчас... Моисей же егей был. Моисей был мусульманином. Еще раз. Все пророки Аллах послал. Тот, кто прослал пророка Мухаммада, салли Аллах алейхисалям, он же послал мусу алейхисалям. Вы переведите, что такое мусульманин. Мусульманин, покорившийся. Аллах, он сотворил этот мир. Он сотворил Адама, первого человека. Адам был его пророком. Его пророком был Ной. Его пророком был Моисей. Его пророком был Авраам. Его пророком был Иисус, алейхисалям. Он не был не Богом, не был сыном Бога. Он был пророком. И пророк Мухаммад, салли Аллах алейхисалям, был последним пророком. Все, они все пророки Аллах Тааля их всех послал Но их учения То, с чем пришли Алиса, алейхиссалям, и Муса Их учения до нас не дошли Может быть что-то, скажем, в Таурате В Инжиле, если мы можем найти В Библии, в Евангелии То, что мы находим, мы не можем однозначно утверждать То, что это было неспослано им Мы говорим, что там что-то осталось Из того, что им было неспослано Но однозначно мы не можем утверждать Потому что, честно говоря, я находил статьи, где указываются На христианских сайтах, что у них даже споры Идут Библия на каком языке была изначально На арамейском или не на арамейском Даже в этом споры идут А кто говорит в наше время на арамейском? Да никто же А Куран никаких разногласий Что он был неспосленно на арабском языке Нету Обоснованных разногласий И сам арабский язык, он живой Единственный язык, который До сих пор живой, пройдя Любой язык, английский, русский возьмите 700 лет назад, 1000 лет назад Рукописи найти, что нужно? Да никто ничего не поймет У меня дети арабский язык знают Они сказки читают, которые 1200 лет назад были написаны Я не вижу разницы между тем, что было Я арабский знаю Я не вижу разницы между тем, что было написано 100 лет назад Сейчас пишется языком, который был 1000 лет назад Язык один и тот же Литературный язык Я не говорю диалект, на котором люди разговаривают Но на диалекте это не язык письменности Язык письменности литературный На котором книги, на котором ученые выступают Проповеди в мечетях дают На котором преподают На котором по телевидению, на котором вещается Аль-Джазира та же самая Иль-Жаал-Арабия Это литературный язык, он один И эти правила, они неизменны Если нормы русского языка могут меняться То арабского языка, они не могут меняться Они с тех времен еще закреплены Это уникальность, нигде этого нет Смотрите, вот просто задумайтесь Милый Всевышний Аллах Представьте себе Вот сейчас какой-нибудь христианский богослов Он захочет изучить труды европейских ученых Греческих ученых Арабских ученых, христиан На каком языке он будет изучать Язык этот не живой сейчас Ему нужно будет рукописи поднимать Изучать языки тех народов В тех местах, где они жили Мусульманам ничего этого не надо Если, вы знаете Не найдет Вот, например Исламский язык Наука, исламская наука Всегда писалась на одном языке На арабском Даже наши татарские богословы Если для общей массы людей Они писали, может быть, на татарском Но научные труды-то на арабском писались Мухаммад Мурад Рамзи, например Известный татарский ученый История татар На каком языке книга у него написана? На арабском она написана Она на арабском языке написана Арабы, я нашел эту книгу Не у татар нашел Арабы мне ее, как сказать В Египте мне показали на эту книгу То есть арабы они знали, получается А наши татары не знали Но потому что Исламская научная милиция всегда была Я могу Доступ имею К любому ученому Который жил во все времена В разных точках мира Потому что они все научные труды Писали на арабском языке Который он не изменен Это только у нас Латиница говорит латынь Но латынь не живой язык Только в узких специализациях И в ограниченных Ну только в благослужениях В которых Возможно Или в медицине Нет Но наследники латинского языка Еще есть вопрос Итальянцы Есть наследники Наследники Законов государства Которые создает человек А человек Как мы знаем Грешен От начала и до конца Вот чтобы быть законопослушным Государевым человеком Что нужно в этом случае Принять Где есть приоритет законов Всегда божий Тогда может быть Человек страдает Такое часто случается И мы каждый день С этим встречаемся Это что теперь Государевые законы Идут как искушение От Аллаха Давайте вот так Вопрос сейчас Говорим провокационный Нет Мы с этим каждый день Сталкиваемся Мы живем в светском Давайте У нас светское государство Что? Не вмешивается Вопрос в религии И мы свою религию Давайте вот так вот Нам молитву Молитву запрещают Нет Мы можем молиться Правильно? Нас кто-то заставляет пить Нет Нет Нас запрещают Хиджаб Запрещают одевать? Запрещают Ну ограничения В некоторых местах идут Но там борьба идет за это Да? С юристов Адвокатов привлекать Борьба идет То есть давайте вот В эти вопросы возьмем Вот чисто вот Зачем далеко идти? Пить нас никто не заставляет? Хвост нам разрешают держат Молитву нам разрешают Хиджаб одевают Давайте вот то Что мы можем делать Вот этим займемся А неужели это главное в исламе? Это главное? Это ритуалы калоны Так А разве для этого религия? А где расправедливость? Где сострадать? Где ли это? Если это Да-да-да-да Это непонятно Я хочу сказать Как вы относитесь К духовному правлению? Вот проповедники Вот вы тоже проповедники Вы толкуете Вот не знающим Достаточно исламных людей Ислам Не рядом со своим народом Если они там Как пушка Как вот Попугай повторяет То, что светские власти От них требуют А вот Мусульманин Где должен Видеть отражение Выполнение Ислама? Знаете, вот Такой пример приведу Во-первых Первый момент Иногда говорят Если Ислам истинно Почему мусульмане Такие отсталые? Часто такое говорят? Да-да-да Аллах Аталя Первое Аллах Аталя Дает из этого Мирского блага Тем, кого любит И кого не любит Но религиозность Праведность Дает только тем, кого любит Это первое Если Аллах Аталя Кому-то богатство дал Это не значит еще Что Аллах Аталя Его любит Это первое Второе Аллах Аталя Испытывает Нас Разными путями Мы смотрим На фантик Или же на суть вопроса Суть вопроса Что Аллах Аталя Нас сотворил Хотим этого нет Мы умрем Хотим мы этого нет Верим, не верим Будем воскрешены Покорились мы нашему Творцу Или не покорились Вот это суть вопроса Все остальное Мы просто пытаемся Оправдаться Почему говорим Мусульмане сейчас слабое А когда мусульмане Тысячи лет Мусульманская Исламская цивилизация Была передовая в мире Почему про это не помню Это конечно передовая была Тысячи лет Исламская цивилизация Тысячи четыреста лет держится Где вы Про это почему забываем Разные времена Аллах Аталя Нас испытывает по-разному Иногда испытывает через слабость Иногда через силу Через богатство Через бедность Через здравие И через болезни Видов испытаний Огромное количество Это один из испытаний Нашего времени Теперь сравним Проблемы исламского ума Сейчас Я знаете как их сравниваю Проблем много у мусульман? Очень много сейчас проблем Представьте себе Боксер на ринге Вот стоит боксер И бой идет Он пропустил один удар Второй удар Третий удар И что происходит? Он плохо начинает ориентироваться уже Плохо видит Слабеет Но он еще плывет Но он еще держится Из последних сил И тут его нокаутируют Получил нокаут Упал Ему отчитывают Раз Два Ну думают все Победа уже Да? Ну когда Османская империя Пала под натиском Западных стран Все Сейчас отчитывают Раз Два Три Ну все Исламская умма погибла Все погибла Нет Начинает вставать Сначала За других держится Плохо ориентируется В окружающей его обстановке Плохо видит Что перед ним происходит То есть Знаете После нокаута Человек становится Его вот шатает Качается он Какие-то вот Действия делает Ну непонятно Потому что он Дезориентирован На данный момент Вот то же самое Исламская умма Сейчас встает После нокаута Она не умерла Не проиграла Но она встает После Скажем Того как Чуть не упала Она встает Плохо ориентируется Вокруг того Что происходит Но с каждым годом С каждым Десятилетием Картина Четкость Более в действии Все больше четкости Все более ясная картина Все более Больше этот Боксер Все Более уверенно Себя начинает Чувствовать на ринге Это видно Уровень Который был Двадцать лет назад Когда я уезжал Например В Москве Уровень религиозности Понимание религии И уровень Сейчас небо-земля Просто небо-земля Работать есть над чем Ну я вижу Огромнейшее количество проблем Нехватка специалистов В первую очередь В вопросах религии Острая нехватка Это же Это же самая проблема В арабских странах Та же самая проблема В арабских странах Но Ситуация все равно лучше Сама тенденция Сама тенденция Она все указывает на том Что боксер Видит картину Все четче Все яснее Он на ногах Все более уверенно себя чувствует И набирает сил Восстанавливает свои силы Это вот в отношении Понимания того Что происходит Ошибки Которые мы совершаем Проблемы во многом Которые С которыми Исламскому уму связаны С исламскому уму связаны Наверное все таки Возвращаются Частично К этому И важный момент Насчет того Насчет дела То что мы говорили Есть хадис пророка Салям В теле человека Есть мудга Мудга это Кусок мяса Если оно будет Здоровым Праведным То что Все тело будет Праведным Что это имеет ввиду А вот ответ Очень простой Иногда говорят Что Если ты кого-то Ненавидишь Сильно ненавидишь Ты можешь это скрывать Рано или поздно Оно вылезет Все равно вылезет Если очень сильно Кого-то любит Любишь Что ты пытаешься сделать Пытаешься Узнать Что этому человеку нравится Разумно Грамотно Если сделать Ты попытаешься узнать Мужчина идет Сваться к девушке Или влюбился В девушку Или еще что-то Сваться К родителям идет Чтобы просить Руку Руку их дочери Он попытается Узнать Что нравится Родителям Чтобы подарки Соответствующие дать Что они любят Как чтобы Найти подход к ним Понравится Почему Потому что у него в сердце Это есть Желание Это есть И это отражается На его делах Точно так же Если сердце Человека здорово Он не ищет Себе оправданий Но он понимает Что Аллах Тааля Его сотворил Ему стыдно Перед Аллахом Тааля За то что Аллах Тааля Ему множество благ дал А он использует Эти блага В греховном Ему стыдно Чтобы Аллах Тааля Он понимает Что Аллах его видит Ему стыдно Что Аллах Тааля Увидит его Что он не так использует его милости, которую он дал. Это в его сердце проникает. Иногда говорят, побольше говорите в мечетях, например, о нравственности говорите. Нравственность идет много вещей, которые влияют на понятие нравости. Воспитание, много факторов. Но одна из них для религиозного человека, это стеснительность перед Всевышним Аллахом. Боязнь, страх, стеснительность перед Всевышним Аллахом. Когда он не будет проявлять высокомерие, потому что он понимает, что все, что он имеет, это милость Аллаха, это Аллах. Когда он не будет использовать милости, которые ему даны. Например, если Аллах Тааля ему богатство дал, он не пойдет по кабакам, по барам. Потому что ему стыдно будет, что Аллах Тааля милости дал, он его в харамных вещах используется. Он будет, если сердце его здорово, он будет совершать те дела, которые приведут к довольству Аллаха Тааля. И будет избегать тех дел, которые навлекут на него гнев Аллаха. И поэтому это обязательно отразится на его делах. Если человек любит Аллах Тааля, то он смотрит не то, как ему кажется, что является более первостепенным, что менее первостепенным, а смотрит с точки зрения того, как Аллах Тааля это узаконил, утвердил. И он читает аяты в Коране, где Аллах Тааля приказывает мусульманам, что выстаивать молитву. И он говорит, о Аллах Тааля, ты мой Господь, я твой раб, я тебе слушаюсь и подчиняюсь. Ты приказал, я выполнил. Я выполняю молитву. Вот это суть. Если мы покорились Аллаха Тааля, мы будем выполнять его повеление. И дальше есть продолжение хадиса. Если оно будет испорченным, этот кусок мяса, испортится все тело. То есть в делах это не будет проявляться. Дела его не будут благими. Момент такой немаловажный. Даже если внешне они будут казаться для людей праведными. Что имеется в виду? Про что говорится? Вы можете увидеть человека, который от имени религии очень красиво, очень хорошо говорит. На Аллаха Тааля ссылается. Но найдете на то, что для нас, может быть, даже кажется он праведным человеком, но перед Аллахом он никакого веса не имеет. Почему? Потому что то, что им движет, это не желание довольства Аллаха, это не покорность перед Аллахом Тааля, а это желание дивидендов каких-то приобретений в этой дуне. Возможно, это заключается в том, чтобы его похвалили. Какой знающий человек? Какой красивый чтец Корана? Какой щедрый человек садок, а сколько дает? У него не было желания, чтобы Аллаха Тааля им был доволен. У него желание того, чтобы сказали, какой он щедрый, какой он великий, какой он знающий, какой он красивый Коран читает. Понимаете разницу? Это тщеславие. Есть тщеславие. Показуха. И резюмирую хадид. В сердце человека, в теле человека есть кусок мяса, это сердце. Если оно будет праведным, будет праведным все тело. Будет отражаться на делах. Если этот кусок мяса испортится, испортится, все тело, дела отразится. Даже если для людей, людям будет казаться, что они праведные дела, перед Аллахом они не будут иметь веса. Не будут таковыми. Можно пояснить один вопрос? Что такое иман? Что такое их сам? И что такое их лас? Честно говоря, могу. Но мне кажется, это, как сказать, немножко сложный вопрос будет. Для многих людей это сложный вопрос будет. Если в двух словах, извиняюсь, секундочку. В двух словах. Ислам, это степени. То, что вот устав говорит, это просто степени. Ислам, это когда, если взять вот как поверхностно, степень Ислама, это когда человек пришел, уверовал в Аллах, он покорился, подчинился Аллаху Тааля. Иман, это когда на более глубинном уровне это в его сердце зашло. То есть, когда он мусульманином является, степень Ислама, у него иман в сердце есть, есть. Но он не настолько сильно и прочно закрепился, как у того, который достиг степени, так сказать, му-мина, истинно верующего, так сказать. Этот человек, в сердце которого уже иман зашел очень глубоко. Его сбить тяжело, ему сомнения какие-то тяжело бросить. Ихсан, это тот, который, как говорится, поклоняется так Аллаху Тааля, как будто бы он его видит. Это интересный такой пример. И живет так. Ихсан означает совершение каких-то действий наилучшим образом. Включают в себя несколько вещей. Ихсан по отношению к Аллаху имеется в виду что? Поклонение. Наилучшим образом совершать поклонение и наилучшим состоянием сердца. Ихсан по отношению к творениям. Наилучшее отношение к творениям. А, случайно? То есть, это суть наилучшим отношениям. Хорошо. Когда человек наилучшим образом относится, и мухсиным становится? У меня такой вопрос. Представьте себе, как на предприятии, например, человек работает. Появляется губернатор, министр какой-то приезжает. С ревизии. Как начинают люди работать? Отличается. Выкладывается в полной силе. Вот он стоит, представьте, министр стоит, президент стоит. И вот человек, как он будет работать? На него такой человек под его контролем находится. Максимально будет выкладываться. Никаких там лишних пяти минут, перекуров у него не будет. На все сто будет выкладываться. Как будто бы. Если... Ихсан, это когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто бы ты его видишь. Если не можешь так поклониться, такой степени, то так, как будто бы он тебя видит. В Аллаху Алим. Вот в Дуне, пример я могу привести такой, когда ты понимаешь, что он ушел, он установил камеру, и камера на тебя смотрит, а он сидит за... Начальник будет сидеть и смотреть на мониторе компьютера, как ты работаешь. Его рядом нет, но ты понимаешь, что он на тебя сейчас смотрит. Вот это вот другая степень. Аллаху Алим. Надеюсь, пример понятен. Пример это чисто от меня. По поводу духовных управлений. Вопрос, я еще вот, вопрос был там. Вопрос. Духовное управление. Валяр, вопрос какой был? Кто там? Последний вопрос не классный. О, и пляшу. Эхлас у него много значений. Одно из них, но... Ну, я думаю, вы знаете ответы, правильно? Вы хотите, чтобы другие пользы взяли? Эхлас, у него несколько значений. Одно из них, которое, брат, наверное, имеет в виду, это искренность. Это искренность дела. Но я скажу, есть другая вещь. Есть сытка. Оно более общее. Правдивость. Потому что искренность – это часть правдивости. Я, может быть, искренне, очень искренне желаю построить мечеть. Например. Ой, извиняюсь. Желаю построить мечеть. Желаю он... Человек может желать молиться начать. Человек может желать пост начать держать. Он искренне ради Аллаха. У него желание вот этого, оно нету никаких вот мыслей, чтобы кто-то им доволен был, кому-то угодить, чтобы показу... Никаких мыслей нет. Но у него не хватает чего... Он никак не может начать это делать. У него не хватает правдивости. Сытка. Правдивость есть. Правдивость – оно более глубокое понимание. Потому что искренность – это часть правдивости. Опять же, я говорю... Ну, ответил на ваш вопрос? Хорошо. Я еще хотел спросить один вопрос. Вот вы говорите, что ислам, значит, прирастает. Где мусульманская солидарность? Где комитет, который защищает мусульмана? Есть, который евреев защищает, есть армян защищает. А где мусульманская солидарность? Это проявление ислама, наверное. Самое главное. Я согласен. Потому что если ты друг за друга, значит, за тобой пойдут 9-е, внуки за тобой пойдут. А если каждый один просто только молится, конечно, это непременный атрибул канул. Я его не отрицаю. Но где главное-то? Вот мы не доросли еще. Мы на ноги в полной мере не стали, чтобы такие вопросы поднимать. Но, вы знаете, вопрос того, с чего начинать? Молитва – это та вещь, которую каждый может совершать. Общество может совершать. И оправданий в этом нет. То, что мы, скажем, этот вопрос на таком уровне, не в состоянии, не доросли поднять. Может быть, у нас какое-то оправдание есть. У кого-то оно есть, у кого-то его нет. Но в вопросах молитвы здесь оправданий ни у кого нет. Молитва только ради собственного спасения в том мире. Это тоже не годится. А вот для общества, для того, чтобы вот это мусульманское общество, оно было единое. То, что писалось, что все мусульмане – братья. Мусульмане мусульмане не должны убивать. А вот сейчас весь мусульманский мир занят тем, чтобы убивать друг друга. А вот никакой защиты друг друга нет. Никакой солидарности нет. Это кто приводит мусульманское общество в такое состояние? Есть этапы развития общества. Вот мы сейчас находимся, опять же, еще раз, дезориентированы во многих вопросах, совершаем кучу ошибок, глубоких действий совершаем. Но мы развиваемся, мусульманы развиваются в этом направлении? Развиваются. Но здесь вопрос, надо не задавать его абстрактно. Каждый должен задать вопрос. Вот я сейчас на своем уровне, что я сделал? На том уровне, если у нас личные обязанности перед Аллахом Таля, что я обязан перед Аллахом Таля? То есть есть фар-да-ин понятие, есть фар-да-ин понятие, есть фар-д-кифая, коллективная обязанность. Фар-да-ин это то, чтобы я совершал молитву. Это чтобы я принял предписание Аллаха Таля по отношению к себе, и это испытание для меня. Что я принимаю мою религию, которая нам была нескоснана, такая, какая она есть. И я пытаюсь понять ее. Моя главная задача, чтобы мой Господь был мной доволен. Для этого я изучаю эту религию. Есть фар-д-кифа-и-я понятие, так сказать, как это перенеси? Коллективная обязанность, да, наверное, ее иногда переводят? Государственная обязанность. Не государственная. Это коллективная. То есть, например, что если где-то верующий человек в чем-то нуждается, я ему по мере своей возможности, и насколько я в состоянии это сделать, я ему должен, обязан помочь. Но это как бы коллективно. И здесь везде на каждый вопрос есть свои правила действовать. Как это все? Приоритеты, как они выстраиваются? Приоритеты, опять же, момент. Это во многом испытание для нас. Не выстраиваются так, как мне хочется, как тебе хочется, как ему хочется. Приоритеты выстраиваются так, как Аллах Талейх для нас установил. Первое, с чего мы каждый должны начать, это покорить свои сердца нашему Творцу и узнавать его религию. Понять, что он от нас хочется. Получается тогда, вы на мой вопрос так и не ответили. Я же спрашивал, для чего мы нужны Всевышнему. Вы сказали, что это покорность. А зачем ему нужна наша покорность? Ну зачем? Что от нас требуется для Всевышнего? То ли мы должны просто поклоняться каждый день, или мы должны совершать какие-то поступки действенные. Вы затрагиваете сразу очень много, очень глубоких и сложных вопросов. Извиняюсь, в то время, когда у нас некоторая основа слабая. Здесь весь момент идет, опять же, испытание для человека, следование за своими страстями, или же за тем, что вы от него требовали. И проявляется это не только в молитвах. Я еще раз сказал. Молитва – это одно из видов покорности. Это одно из видов покорности. То, как человек живет, его образ жизни, как выстраивают отношения, как он, финансовая система, как происходит купля-продажа, оно все тоже заходит под ту отрасль, которую Аллах-Таля регулирует. Мы знаем, что ислам регулирует всеобъемлющий образ жизни. Слышали такое? Как мы пытаемся его понять? Мы пытаемся, типа, мусульманин должен быть доктором, должен быть экономистом, должен быть социологом, должен быть таким, таким, таким. Но забываем одну очень важную вещь. Он в конечном итоге, если он ислама самого не знает, не знает положение религии в этой отношении, он будет от себя чину нести. Просто будет от себя чину нести. И приписывать он, то, что он считает, так, вот это справедливость, вот это хорошо, значит, ислам должен быть таким. Это его понятие справедливости. Понятие справедливости от места к месту меняется. Наша задача понять, не смотреть на религию через призму, через систему ценностей, которая у нас сформировалась. Система ценностей у человека, который в уголовной среде воспитался, у которого в полиции работал, у которого солдат был, который из интеллигентной семьи, скажем, преподавателей, система ценностей разная будет. Они разные по взглядам будут. Не надо пытаться смотреть на религию через систему ценностей, которая у нас сформировалась. Давайте попробуем понять, что Аллах от нас хочет, и посмотреть на этот мир через призму религии. Ислам охватывает все сферы жизни. Значит, в религии у нас есть правила, опираясь на которые, мы можем выносить решения абсолютно всех сфер жизни. Спасибо за все. Бесвилля и рахмад и рахим.